Всем привет, я хотел бы представить. Меня зовут Ленис, и я уже, когда в Тарусского парламента, и я бы хотел сделать небольшую поправочку по поводу термина «правосудие». Первый стол оппозиции сказал, что «правосудие» — это мысли о плохом и хорошем. Но как это могут быть мысли о плохом и хорошем, если это должна быть совокупность процессов, основанных на законах, как принятых специальными людьми для этого? Это не могут быть просто мысли каких-то людей, неважно каких, потому что это было сделано еще до этого, основанным теми людьми, которые создавали закон, и это было принято всем. Еще оппозиция говорила о том, что СМИ доносит информацию обществу, и это нормально. Дело в том, что СМИ действительно независимо, как сказал первый стол парламент, СМИ — это независимая организация, которая не подчиняется никому и может делать то, что ей захочется, выпускать ему информацию. И из-за того, что им выгодно выпускать информацию, ту, которая, так сказать, громкая, а не правдивая, как это должно быть, то тогда они навязывают свою точку зрения народу. Народ таким образом пускает сплетни и получает ложные слухи, ложные убеждения виновности того или иного человека. Из-за этого даже возможны случаи самосуда людей. Они могут задуматься, что в СМИ говорят, что вот этот человек виновен, он плохой такой. И обычный человек думает, ага, он такой плохой, я пойду и делаю что-нибудь с ним. Это будет самосуд, потому что это тоже возможно. Плюс, как сказал парламент, будет крах репутации человека, особенно популярного человека, и без этого не обойтись. Это большой удар по нему. Но человек не виной, пока не заказано обратное, специальными органами суда. Официальными органами. И СМИ никак не может на это повредять. Оппозиция говорила, что СМИ дает дополнительную информацию для решения проблем, которые не могут решить органы управления. И тогда можно взять и спросить у народа, как они считают. Но это неправильно. Это противоречит основным правилам государства. Любого государства. Еще оппозиция говорила, что СМИ усиливает наказание. СМИ не имеет права вмешиваться в судебный процесс. Никаким образом. СМИ должны подавать только готовые факты, которые признаны официальным расследованием, и никакие другие. Чтобы можно было ссылаться на них и решать. А в том случае, если мы не будем давать СМИ использовать, ну, именно, СМИ участвовать в системе правосудия, то тогда следствие будет проходить без лишних вмешательств людей. И это будет проходить спокойно. Весь народ будет уничтожить спокойствие и не зная даже, что там происходит. И тогда не будет паники у людей. Не будет никакого правосудия, никаких проблем. После того, как уже правосудие будет решено, то человека или отпустят, или накажут. Тогда СМИ уже можно спокойно давать те факты, которые доказаны. Доказаны. А почему Вы считаете, что с ними можно давать и только доведенную факту, и еще подчас выпустилась права? Потому что в процессе можете вводиться по одни часами справа не один раз. То есть, подчас перервы, и уже только доведенную факту, можете вписываться с ними? Да. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Ариене. Пожалуйста. Спасибо. Общация Продолжение следует...